В топе продаж самарского готового бизнеса – магазины. Их можно приобрести по цене от 350 тысяч рублей, например, за точку в торговом центре, до 80 миллионов рублей за сеть вендинговых автоматов. Много предложений и по производству. Так, за 690 тысяч рублей можно купить готовое дело по изготовлению столешниц, а за 400 миллионов – крупный хлебозавод. Вопреки общероссийской тенденции, в Самаре предприятия по обслуживанию автомобилей продаются не так часто. Однако ценовой разбег предложений на автомойки, сервисы и шиномонтажи выше, чем в среднем по России. Для сравнения, в Уфе автомойку в аренде можно приобрести за 350 тысяч рублей, в Калининграде – за 550 тысяч. В Самаре же цена предложений на аналогичный сегмент начинается от 600 тысяч рублей. До 70% сделок – это бизнес стоимостью до 3 миллионов рублей. То есть небольшой мелкий бизнес, который люди могут себе позволить, и уровень чистой прибыли от этого бизнеса для них будет вполне приемлем и интересен. Если речь идет о предприятии, где штат порядка 100 человек, где крупные обороты, серьезные клиенты и поставщики, то открытый рынок этой сделки просто-напросто не увидит. В другой ценовой нише расположились франшизы. Покупка на бизнес-модель в Самаре обойдется от 600 тысяч до 2 миллионов рублей. При этом нужно ежемесячно выплачивать роялти – так называемую плату за пользование брендом. Она составляет от 3 до 16% прибыли. В Самаре своего покупателя чаще находят франшизы стоимостью до 3 миллионов. Примерно в таком же ценовом разбеге граждан привлекают и инвестиции в готовый бизнес под проценты. «Схемы разные. Схемы разные. Бывает, что и путем займа такой вариант. Люди входят на время, и через это время получают денежные средства с процентов. Процент определенно доходит от 12 до 36% годовых в зависимости от рисков. Бывает, что люди входят деньгами, как партнеры, берут за вход долю бизнеса и становятся как партнерами. Здесь очень важно четко распределить о роли обязанности. Что либо ты инвестор пассивный, либо ты инвестор активный, что помимо денег кто-то еще дашь». Однако в большинстве случаев покупка готового бизнеса от юридических проволочек с открытием собственного ИП не избавит. А вся остальная работа будет строиться преимущественно на договоренностях по передаче полномочий или перезаключении контрактов. Потому, переписывая на себя готовый бизнес, важно быть предельно аккуратным. «Риски, которые связаны с покупкой бизнеса, вот сейчас, не про франшизный бизнес говорю, они тоже серьезные. Это и налоговые риски, которые могут возникать, и бухгалтерская отчетность, и налоговая отчетность, и юридические аспекты, связанные с возможными претензиями учредителей, акционеров, партнеров». Можно приобрести готовый бизнес и в кредит. Правда, само дело порога в банке являться не может. Потому клиент должен оформить залог в виде покупаемого имущества.